всем здорова с вами амвей джоу юша strike стенлок трис вообще не важно кто ведь следующая информация практически везде будет одинаковая к в 3 говно играть я на нем не буду пройду его за свободу чку кому она надо вот этот на кого 3 играть и вам не советую но я нырнул максимально глубоко во все это дело и откатал на кого 33 часа на стриме чтобы понимали три часа я не буду играть если у меня сгорит и пушки кривые я не люблю а у кого 3 она как раз таки кривая так что это получается к в 3 от которого мне не зарела жопа у которого кривая пушка но все равно мне нормально было на нем играть видимо к в 3 имба нет то чтоб черт подери он несет к в 3 не имба но ему понравилось на нем играть плюс еще я советую проходить этот танк без свободки а просто самому прокачать 50 сколько на там тысяч до двух стволки я 60 тысяч опыта качнул за два часа конечно под всякими там резервами но это было очень быстро и легко и сейчас очень сильно заметно что скорость прокачивания в картошке выросла просто в разы раньше чтобы 60 тысяч опыта прокачать нужно было сидеть полдня сейчас просто два часа потыкать в бой все танчик прокачан и это я еще не покупал в прем магазине задачи на x5 в таком случае я вообще наверно за пару боев бы справился давайте поговорим про к в 3 и про 7 уровень минусы к в 3 их очень много у него слабая лобовая броня у него не так уж сильно опускается пушка так средненько и он не поворотливый не маневренный медленный также у него просто кривущая пушка а какие же у него плюсы довольно таки неплохое кд у меня получилось сделать 9 и 9 с досылателем хорошим экипажем и допайком без фиолетовых модулей в целом у меня был досылатель сведение стабилизатор туда нельзя поставить и просветленная оптика потому что танк слепой также все расходники были большие ремка аптечка и допайок слову у танка очень слабые баки в бортах поэтому стоял еще боновый огнетушитель которых у меня на складе очень много там штук 800 поэтому мне их даже и не жалко также у меня был очень хороший экипаж многоперковый как я уже сказал из плюсов у этого танка неплохая перезарядка довольно таки жирная альфа 390 на седьмом уровне любой ее замечает ну и довольно таки многое стрелял голдой где там пробития еле-еле переваливать за 200 основной снаряд там что-то 175 бэбэшка в принципе этого пробития на седьмом уровне достаточно примерно для всех танков но несколько танков которые вы встретите в бою у вас будет невероятная сложность их пробить тут уже нужно будет подходить со стороны скилла ума и подлавливать эти танки чтобы их пробить просто так выходе зарядить голду и всю лет стрельнуть не получится нужно будет на кривой пушке выцеливать лючок что в принципе очень сложно и придется потратить много попыток а это значит что вы должны находиться всегда в укрытии до выстрела после выстрела во время выстрела ваш танк всегда должен быть в укрытии это суть игры world of tanks в целом когда я первый раз пробовал kv3 это было много лет назад мне танк вообще не зашел и не понравилось но сейчас когда прошли эти воды я могу сказать с уверенностью что мало того что у меня очень сильный экипаж прокачался и в нем намного больше перков стало что тоже зарешало да и в целом я сам стал играть лучше в моем арсенале стало намного больше тактических приемов и больше знаний про игру у меня получилось на этом танке сделать средуху 2000 70 или 80 процент побед там за стрим а общий процент побед у меня на танке 70 vn8 я там вообще молчу он в космос улетел но и в целом танк то особо не выделяется какими-то плюсами минуса у него намного больше но мой скилл плюс очень приятный уровень боя седьмой да и в чатике люди тоже писали что 7 уровень офигенный там такие пупсики мягенькие ездят просто куда попал туда и пробил главное в принципе попасть а если что-то более-менее бронированное голдецо подрубил и точно также в силуэт стреляешь опять же если есть возможность лучше подсвестись до конца либо настолько насколько позволяет ситуация арты там я так заметил поменьше на седьмом уровне враги слабенькие в принципе как и союзники все слабенькие танчики в основном все ватники все такое легкое простое играть было очень приятно несмотря на то что танк сам по себе просто обычный этот к в 3 в нем особо ничего то и нет просто нормальная кд нормальная альфа нормальное пробитие все остальное ни о чем не брони ни скорости ни стабилизации ни точности даже этого достаточно чтобы на седьмом уровне нагибать несмотря на то что брони во лбу мало все-таки башни через раз он что-то танкует особенно тех кто не особо целятся плюс еще гусеницы довольно таки толстые бортиком он нормально танкует главное не перекрутить ромбик и не подставить жопу кстати заметно что раньше я намного чаще подставлял жопу и танк горел в разы чаще в этот же раз я просто ни разу не горел потому что я не подставлял вообще жопу либо лицом танковал либо бортиком подставлял только одну гусеницу и все и танчик не горит в целом мне очень понравилось особенно после этих десяток восьмерок 7 уровень вообще прям пушка спокойно поиграл три часа даже больше чем это нужно было поскольку опыт я набил за два часа вот и посмотрим у кого есть скилл кто сам на кого три сможет а у кого его нет с вами был арчи карать красиво всем пока так и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok